Всем привет! Артемий Троицкий, хижина дяди Тёма. Ну, вы знаете, я тут говорил в последние дни о разном там, о Сирии, об Украине, о том, о сём, о Трампе каком-нибудь. На самом деле, скажу честно, что, в общем-то, до всех этих дел, и до Британии в том числе, мне вот так вот особо дела нет. То есть это меня иногда возмущает, иногда забавляет. Я слежу за тем, что происходит с участием России в разных уголках земного шара. Но по-настоящему меня волнует то, что происходит в нашей родной стране. Происходит в нашей родной стране, к сожалению, вещь довольно грустная. И вот очень грустная и поучительная история произошла совсем недавно, где? Стесно, в Приморском крае. Для меня это тем более неприятно, что я очень люблю Приморский край. Я там когда-то часто бывал. Я обожаю город Владивосток. Это один из моих любимых городов в России. И я искренне считаю, что если бы не уродская советская архитектура, то Владивосток был бы городом более красивым, чем Сан-Франциско или Рио-де-Жанейро. То есть сам по себе вот этот ландшафт городской, вот эти бухты, острова, сопки, мосты, ну он потрясающий просто. Это мог быть, может быть, самый красивый город в мире. Но так слегка его, конечно, большевички и прочее подпортили. Короче говоря, в Приморском крае происходили выборы губернатора. Причем уже второй тур. Два чувака там сошлись рогами. Два хлопчика таких, Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко. Победил Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ, Коммунистической партии Российской Федерации. А Тарасенко был, соответственно, от партии власти, от всеми любимой «Единой России». И произошла там совершенно отвратная такая история. Причем отвратная в своей откровенности и показательности. При подсчете 98% голосов там с отрывом лидировал представитель как бы оппозиции Ищенко. А на последних 2% вдруг опаньки и все за Тарасенко. Причем 100% голосование. То есть 40 тысяч голосов просто взяли и упорхнули к нему в карман. И в результате он там с каким-то минимальным преимуществом якобы выиграл. Это тут же было объявлено. Естественно, тут же все возмутились. И коммунисты в том числе. Ищенко сгоряча даже объявил голодовку. Правда, потом убоялся. Зюганов пошел на поклон к Путину. Пойдем, получил от Путина полбу. В результате Центральный избирательный комитет в лице Лапамфиловой отменили результаты выборов. Но надо сказать, что тут многие возрадовались. Типа победа, свобода и демократия. Ну, я лично так не считаю. Потому что, во-первых, победу одержал Ищенко. Я посмотрел на этих двух ребят. Оба мордовороты, оба ни малейшей симпатии не внушают. Что коммунист, что единоросс. Но, объективно говоря, в результате народного волеизъявления победил коммунист. Значит, он победил. А если он победил, то к чему отменять результаты выборов? Во-вторых, если отменяют результаты выборов, то это произошло, как, собственно, и было заявлено в ЦИКе, в результате массированных наглых нарушений. Если были такие наглые нарушения, то это же уголовное преступление. За это надо судить. То есть, кто-то ворует деньги, а кто-то ворует голоса. Это примерно одно и то же. Это уголовщина. Что-то я сильно сомневаюсь, что Андрея Тарасенко, а, естественно, все приказы, ну, от кого они еще могли исходить? Естественно, от Тарасенко и его ближайших сподручных. Вот, естественно, виноваты они. А я сильно сомневаюсь, что Андрея Тарасенко посадят, или даже посадят на скамью подсудимых, не говоря уже о том, чтобы посадили в тюрьму. Назначили новые выборы. Ну, я думаю, это редкий случай, когда власти поступили как бы не очень глупо. То есть, естественно, объявить победителем оппозиционера они никак не могли, потому что... Ну, потому что не могли. Потому что у них так в разнарядке написано «Приморский край такой-то, такой-то». А в Приморском крае, кстати, очень даже интересные делишки делаются. Так что иметь там какого-то даже частичного чужака в губернаторском кресле для власти неприемлемо. Но, тем не менее, они как бы устроили такой компромисс. Компромисс с общественным мнением. То есть, не стали, скажем так, не стали ломать через колено. Решили сделать это так все гибридно и лицемерно. И назначили новые выборы. Причем не третий тур, а просто абсолютно новые выборы. Ну, что будет происходить в результате этих выборов, в общем-то, ясно, думаю, всем и каждому. На этот раз власти хорошо подготовятся, не будут недооценивать соперников, выдвинут кандидатом в губернаторы какого-нибудь Филиппа Киркорова, какого-нибудь популярного человека, бросят все силы на агитацию и пропаганду. Ну, а когда, собственно, начнутся сами выборы, то не будут в последний момент приписывать нули своему кандидату, а будут так цивилизованно, потихонечку, как, опять же, это у нас очень хорошо умеют делать, что-то там вбрасывать, что-то там добавлять где-то, кого-то насильно толкать на эти выборы и так далее. Ну, и получат свой 51%. Вообще в этом нет ни малейших сомнений. История эта крайне некрасивая, как я уже сказал. И на мой взгляд, на мой взгляд, ну, по крайней мере, два таких довольно очевидных урока она в себе несет. Очевидный урок номер один – это то, что пока мест у власти находятся, ну, находятся те, кто находятся, скажем так. Не буду клеить ярлыки. Никакие реальные выборы, демократические и честные, не возможны. Точка. По крайней мере, на высоком уровне. Может быть, на уровне каких-нибудь там райсоветов и муниципальных образований – это и возможно. На более или менее высоком уровне – нет. Ни за что. Точка. Соответственно, вывод – бойкот. Я считаю, только бойкот тут может… То есть, на самом деле, бойкот тоже ничего не может. Но, по крайней мере, бойкотируя эти выборы, вы не ведетесь на всю эту ложь и лицемерие. Ну, то есть, чуточку больше будете себя уважать. Ну, а второе – это, естественно, цена оппозиции. Тут я не слишком распространялся, но еще до того даже, как ЦИК объявил о своем результате об отмене выборов, уже коммунисты слились. Уже никаких там голодовок. Люди, значит, не протестуйте, не митингуйте, освободите улицы и все такое прочее. То есть, тут же, тут же они дали задний ход, тут же дали медвежью болезнь. То есть, обосрались перед лицом наглой и безнаказанной власти. В общем, думайте сами, решайте сами. Кому охота голосовать за коммунистов или там кого-нибудь еще из этих дрессированных партий, можете, конечно, питать иллюзией. Я считаю, что это точно то же самое, что голосовать за единую Россию. Так что можно, наверное, и не париться.